Перетоп, так в обиходе называют избыточный перегрев батарей в квартирах. То есть, когда производитель тепла греет воду в магистральных трубах сильнее, чем это положено по погодным условиям. В результате в квартирах жара, из кранов с горячей водой бежит кипяток. А в квитанциях по оплате за коммунальные услуги люди читают космические цифры. У меня окна открыты постоянно, ну реально жарко. Очень жарко было. У нас 35-38, мы все окна открываем. Для меня хорошо, я люблю тепло. Первые претензии стали поступать от жителей Абакана в октябре 2015 года. Люди жаловались как в управляющие компании, так и в антимонопольную службу на избыточное теплоснабжение, мало соответствующее уличной температуре. Две управляющие компании, обслуживающие 90 многоквартирных домов, это примерно десятая часть жилого фонда Абакана, также написали официальные жалобы в антимонопольное ведомство. Его сотрудники провели расследование, выявили так называемый перетоп на 7-10 градусов. Возбудили административное производство и на март назначили открытое разбирательство в отношении ТЭЦ и ЮСТК. Санкции предусмотрены статьей 1431 Кодекса об административных правонарушениях. Он зависит от выручки организации, полученной за предыдущий период на данном рынке и составляет от 1 до 15% данной суммы выручки. Подобной практики по наказанию энергетических компаний за перетоп в России еще не было. Хакасия в случае успешного для антимонопольщиков дела станет первопроходцем. Весь вопрос в наказании. Штрафные проценты накладывают на выручку, полученную за 2014 год. На ТЭЦ размер выручки не озвучивают. По данным экспертов, речь может идти о сумме от 8 до 10 миллиардов рублей. Даже 1% от такой суммы составляет очень весомую, даже для таких гигантов, как ТЭЦ, цифру. Так что разбирательство будет нешуточное. Аргументы энергетиков известны. Их они уже не раз излагали. Отпуском тепловой энергии у нас занимается в соответствии с температурой наружного воздуха. Ну, как Бог даст, так мы и выдаем. В принципе, здесь вот такого бытового мнения, что мы хотим что-то навариться, я здесь не вижу. Если энергетиков и теплосетевую компанию накажут рублем, то этот многомиллионный штраф пойдет в доход федерального бюджета. Не останутся в накладе рядовые абаканцы. Им должны вернуть часть переплаты за отопление. Но, скорее всего, придется писать заявление. Либо к ЮСТК, либо к управляющей компании. Точнее, станет известно после расследования антимонопольной службы. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вестихокассия.